Мир танков Встречайте одну из лучших, по моему мнению, французскую самоходную артиллерийскую установку 4 уровня, которая обладает хорошим орудием, отменной скоростью, неплохой динамикой и высоким уровнем незаметности. Стоит отметить, что наличие прекрасных углов горизонтальной наводки дадут нам еще больший профиль от сетки, поскольку крутить корпусом мы будем намного реже и, соответственно, реже светиться. Все эти параметры позволят нам чувствовать себя на поле боя, как рыба в воде. По сути своей, тактическое применение этого агрегата полностью зависит от ваших знаний. Но что можно сказать с уверенностью? Все условия для нагиба француз вам предоставил. Осталось только правильно тактически использовать эту захватывающую арку, поставив себе задачу уничтожить все САУ противника. Позиции для артиллерии на карте Руинберг весьма ограничены. Как правило, игрокам приходится выбирать между безопасностью и хорошими секторами обстрела. Чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить силы команд и то, как распределяются на карте союзники. Расположение ближе к полю и аллеи позволяет вести эффективный огонь по городу. Некоторые рисковые игроки направляют свою САУ в город и атакуют врага с неожиданных направлений или даже бьют прямой наводкой. Ну, совсем как по нас. Самоходная артиллерия это специфичная техника. Несмотря на имеющееся сходство с любым другим танком на поле боя, имеет принципиальные отличия в специфике ведения игры. Если вы готовы в каждом бою быть виноватой в проигрыше команды, вы готовы умирать на первой минуте боя по засветам шустрого щитляка, вы готовы ощущать свою бесполезность в Химмельсдорхе, Таеве Руинберге. Если никакие доводы не могут сломить ваше упорное решение стать артиллеристом, тогда готовьтесь перейти на темную сторону сил, получая удовольствие от проклят, которые будут сыпаться на вашу голову. Арта работает по принципу. Ты противнику снаряд, он тебе проклятит. Поэтому привыкайте. На прицеле прямой наводки немецкая самоходная артиллерийская установка пятого уровня класса самоходной гонизна, называемая «Сверчок». Многие игроки, даже не являясь поклонниками вермахта, признают, что это одна из лучших САУ на уровне, потому что немцы знали толк в самоходной артиллерии. «Сверчок» в меру маневренный, компактный и радует своим уроном. Практически каждый уважающий себя артовод держит в ангаре гриль. А на очереди у нас довольно интересная машинка. Британская арт-САУ ФВ-304, которая благодаря своей феноменальной скорости имеет возможность творить чудеса на поле боя. Это необычайно фановый аппарат, способный стрелять за холмы, камни, горы и даже дома. При этом скорость перезарядки позволяет вывести из себя любого противника и заставить его делать ошибки. Конечно, из-за слабого пробития урона наносится немного, но зато стабильно. Еще одна интересная особенность, что в конце боя, когда осталось мало техники, то ФВ-304 может выступить в роли светляка. Отличная подвижность и маленькие размеры позволяют быстро проскочить на базу противника. Гуляет арта по городу. Бытует мнение, что самое безопасное место для арты – это своя база. Но это вранье, которое распространяют силы добра. Дабы вы никогда не стали артоводом, владеющим темной силой. В начале боя я рекомендую арте сместиться на тот фланг, куда больше всего ушло тяжи. Держаться за толстобронированными задами тяжей – это безопасно. Последним оставшимся на поле боя вражеским танком является американская машина четвертого уровня М5 «Стюард». Главная ее особенность заключается в том, что она дает представление о том, что представляет собой вся линейка высокоуровневой американской техники. Американцев не зря называют «хрустальными пушками». С одной стороны тонкая броня и открытая башня делают эту модель бронетехники очень уязвимой для вражеских снарядов. С другой стороны низкий вес, отличный обзор и могучее 76-мм орудие делают «Кадиллак». Именно так из-за открытой башни прозвали этот танк разой всех легких танков и вражеских артиллерийских установок. Неплохо поиграли. Вся техника противника уничтожена. За исключительную результативность в бою получены следующие награды. Знак классности второй степени. Присваивается игроку за мастерство владения боевой машиной. Для получения награды необходимо заработать больше опыта за бой, чем средний максимальный опыт за неделю у 80% игроков на данной технике. Памятный знак в расчете. Для получения награды необходимо уничтожить противника и быть уничтоженным им же. Учитывается также уничтожение пожаром или тараном. Выдается только в случайных боях. Повторно полученные награды суммируются. Почетное звание за контрбатарейную стрельбу. Управляя САУ, уничтожит все САУ противника в одном бою. Но не менее двух. Уничтожение союзников недопустимо. Выдается только в случайных боях. Честно скажу, эта артиллерия мне очень понравилась. Особенно после игры на арт-сау с вращающейся башней. Ее большие углы горизонтальной наводки были очень кстати. А Альфа-Страйк также всегда может порадовать. Удачи у боя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова